Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги Библия в иллюстрациях гравюры на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Иисус и грешница Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, пойдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешницей, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла лавастровый сосуд с миром, и, став позади у него ног и плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, И если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал Симон, я имею нечто сказать тебе Он говорит Скажи, учитель Иисус сказал У одного взаимодавца было два должника Один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят Но как они не имели чем платить, он простил обоим Скажи же, который из них более возлюбит его Симон отвечал Думай, тот, которому более простил Он сказал ему Правильно ты рассудил И обратившись к женщине, сказал Симона Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в твой дом, и ты воды мне на ноги не дал А она слезами облила мои ноги И волосами головы своей оттерла Ты целования мне не дал А она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги Ты головы мне маслом не мазал А она миром помазала мне ноги А потому сказываю тебе Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много А кому мало прощается, тот мало любит Ей же сказал Прощаются тебе грехи И возлежавшие с ним начали говорить про себя Кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине Вера твоя спасла тебя Иди с миром Текст по книге Библия В иллюстрациях Гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда С библейскими текстами по синодальному переводу Гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда С библейскими текстами по синодальному переводу Гравюра на дереве Юлиус Шнор фон Карсфельда